Здравствуй, дорогой зритель! В эфире Первого Городского начинается твоя любимая программа «Вятка Тудэй». Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. И вот, что мы сегодня приготовили для вас. Смотрите сегодня в программе. Американские горки открылись в юго-западном районе нашего города. Мы налоги в логике. А в итоге, как обычно. Какие приметы связаны с новым памятником, который торжественно был открыт сегодня в Кирове? Нужно подойти к этому памятнику, прикоснуться к нему, загадать желание. Оно сбудется и вечеринка на корпоративе будет огонь. Богородские страсти. Глава администрации Богородского района пытается закрыть сайт, потому что его там ругают. Чтобы как бы власть не видела, в принципе, какие комментарии, как правило, оставляют наши богородчане в адрес власти. А также санкционный стихотворный алфавит от нашей редакции. А. Абрикосы с другой части света. Б. Было то. Стала это. Вкусная вишня. Гауда. Дарблю. Ел раньше моллюсков. Ерша полюблю. Рубрика «Пристроим вместе» и очень-очень молчаливый опрос. А как зовут хоть тебя? Назак, Соня. Скажи «Здравствуй, тетя». И пока-пока. Все знают, что такое американские горки. Мне кажется, каждый хотел бы побывать на этом увлекательном аттракционе. Специально для кировчан, которые не могут себе это позволить, в юго-западном районе открылись именно такие горки. Оксана Стяшкина подробнее. Улица Солнечная, 39. Здесь открылась полоса препятствий. Как для водителей, так и для пешеходов. Одни не могут проехать, а другие пройти. Из-за этой полосы автолюбители постоянно ломают подвеску, буксуют, тратят свои нервы и не перестают возмущаться. Мы налоги платим. А в итоге, как обычно. Дорожка просто очень ужасная. Других слов я не найду. Ну, это здесь уже очень давно и лучше никогда не становится столько хуже. Ну, слов нету. Лучше не говорить все, что думаем. Но, как оказалось, не только водители страдают из-за этой дороги во дворе, но и пешеходы. А Татьяна вообще считает, что виноваты во всем именно водители. Это именно дворовая территория, которую сами же автолюбители, ну, грубо говоря, раздолбали. И получается, сейчас, когда мы идем по тротуару, почему я вас и попросила снять тротуар, они мало того, что едут по тротуару, давят людей, они еще и ругаются нехорошими словами, типа, что вы тут идете. И тут выяснились новые подробности. Оказывается, это далеко не единственный проезд к домам. Просто-напросто это дворовая территория, это газон, это непроезжая часть. То есть у них к их дому заездов еще, я посчитала, четыре есть с тех сторон. Просто так, как они привыкли отсюда уже ездить и не хотят пользоваться теми заездами, то дело-то получается не в жильцах этого дома, а в жильцах тех двух домов. То есть тут есть же другие пути объезды, да? Есть, но дальше неудобно. Тут мы встретили Лидию Николаевну. По ее словам, эта дорога никому не принадлежит. Она, говорят, ничья. Почему? А я звонила в администрацию, там еще куда-то, они говорят, она ничья. Ремонтировали прошлый год эту дорогу, вот из 45-го дома, поскольку-то тысяч собирали. Ну, как бы своими силами что-то там навозили немного. И все, короче, опять все просело, и все, никто не ремонтирует. Похоже, пока хозяев у дороги не нашлось, жильцам и дальше придется складываться из своего кармана на ремонт. А водителям стоило бы задуматься не только о своем удобстве, но и об удобстве пешеходов. Надеемся, что ситуация с этой горе дорогой все-таки в скором времени разрешится. Оксана Стяшкина, Александр Рожков, программа «Вятка Тудей». Сегодня в нашем городе состоялось торжественное открытие нового памятника. Это пожарная машина, на которой кировские пожарные не раз спасали чьи-то дома от огня. Александр Сорокин снял рубрику «Селфи-репортаж», используя только мобильный телефон, и рассказал нам об этом памятнике. Кировчане, поздравляю вас с великим праздником. В нашем городе появился еще один памятник. И не абы какой, между прочим, а памятник пожарной цистерне. На счет три она появится на ваших телеэкранах. Раз, два, три. Знаете, какого года она? Э? Восемьдесят третьего года, красная, с белыми полосками, на три года младше, чем Рома Корнеев. В общем, приходите, делайте фотокарточки. Я вам сейчас даже покажу, как эти фотокарточки делать. Подходим. Цистерна на ладошку. Существует легенда. Где-то я ее слышал, возможно, это неправда, но я вам расскажу ее. В преддверии Нового Года, в преддверии корпоративной вечеринки на вашей работе, нужно подойти к этому памятнику, прикоснуться к нему, загадать желание. Оно сбудется, и вечеринка на корпоративе будет огонь. А, понимаете, да? Как бы пожарная машина и огонь. Радовался новому памятнику Александр Сорокин, специально для программы «Вятка Тудей». Я уверен, что многие в курсе, что Роскомнадзор начал закрывать различные сайты за нарушение закона. Но впервые в Кировской области сайт попытался закрыть не Роскомнадзор. И самое главное, из-за чего? Следите за мыслью. Глава администрации Богородского района запретил сотрудникам администрации Богородского района заходить на сайт Богородского района. Потому что его там ругают. Сайт Богородская43.ру является частным интернет-ресурсом, на котором, по утверждению создателя, собрана важная историческая информация. Кроме того, здесь публикуются новости Богородского района. Но фактически этот сайт является самым посещаемым в Богородском районе. Мало того, на сегодняшний день он входит в пятерку по посещаемости в нашем регионе. Статья о блокировке появилась на сайте вчера вечером. К создателю сайта, пенсионеру Петру Балабанову, обратились рядовые сотрудники администрации с жалобой на недоступность сайта. Причем у остальных пользователей таких проблем не было. Наша редакция связалась с владельцем заблокированного администрации сайта Петром Балабановым. Мы на вашем сайте увидели такую информацию, что глава администрации Богородского района запретил сотрудникам администрации Богородского района заходить на самый популярный сайт Богородского района. Ну то есть... Чтобы как бы власть не видела, в принципе, какие комментарии, как правило, оставляют наши богородщане в адрес власти. Вот они закрыли всего три сайта. Одноклассники, ВКонтакте и Богородский сайт. То есть на все остальные сайты они могут выходить, а вот читать то, что о них пишут, они не могут по указанию главы администрации. Так и есть. Я не понимаю, почему как бы приравняли наш сайт своего района к соцсетям. Из-за какого материала произошла блокировка? После того, как я опубликовал информацию об открытии хоккейного спортивного сезона, в нашем поселке приехало несколько районов. И никто из представителей власти не пришел на хоккейную коробку, не открыл и ребят не поздравил. Я там это указал, что для них выходной, поэтому так они и относятся к детскому спорту. Скорее всего, из-за этого. Власть обижается на какие-то критичные замечания. Власть очень не любит, когда их пинают. Ну то есть, понятна иезуитская логика главы администрации Богородского района. Он не хочет, чтобы его подчиненные читали какие-то негативные комментарии о его или их работе. Но с другой стороны, возможно, у него были другие причины заблокировать этот сайт. Мы попытались связаться с главой администрации Богородского района, вот что из этого вышло. У администрации Богородского района тоже есть свой сайт в интернете. И кроме формы связи через электронную почту, там указан целый один номер телефона. Его-то мы и набрали. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. В общем, единственный телефон, на трупу которого никто не берет. Уточню, что звонок производился в два часа дня. Возможно, глава администрации Богородского района в это время ходил устраиваться в Роскомнадзор. Благо, опыт-то у него есть. Мы постараемся связаться с ним завтра, чтобы наконец-то расставить точки над «и». Уже второй Новый год мы с вами, дорогие зрители, будем встречать в эпоху санкций. А это значит, что не будет некоторых видов продукции на наших столах. Чтобы освежить память и не забыть, каких продуктов не будет и что нужно будет заменить на ваших новогодних изысканных столах, Александр Светлик придумал, собрал и прямо сейчас продекламирует для вас рифмованную санкционную азбуку. А. Абрикосы с другой части света. Б. Было то, стало это. Вкусная вишня. Гауда. Дарблю. Ел раньше моллюсков. Ерша полюблю. Не-не-не. Не этого. Жен от этого только стройнеет. За эту диету. Продолжим скорее. Йогурты, кешью, клубника, кефир, лобстеры, мидий. Ненашинский сыр. All inclusive. Пока. Папайо. Забыли. Ряпушка. Секс. А, его же еще не запретили. Классно. Тропический лайм. Ударный кокос. Фисташки. Хамон. Сукерки рошен. А на них у нас спрос. Сыр чеддер. Пока. Евро-шоколад. Щавель. Оставили? Живем, ребята. Мягкий и твердый сыр тоже забудем. Эскалоп из тунца. Его же не было. И не будет. Еще позабудем вкус южных слив. Вам яблоки польские? Нет. Белый налив. Ну а теперь, дорогие зрители, наполнимся добротой и любовью. Рубрика «Пристроим вместе», в которой мы будем вместе с вами искать дом для муси. Котенок Муся. Полупородистая, активная, любит прыжки в высоту. Ей на данный момент пятый месяц идет. Кошка замечательная, ко всему приучена. Блох нет, клестов тоже нет. Ест все. Любит вареную рыбу. Прям обожает. Сухой корм ест, платок приучен. Будет замечательным другом в любой семье. Если вы хотите стать новым хозяином для муси, звоните по номеру 8 909 718 52 29. И традиционным катарсисом нашей программы будет опрос, который снимает Оксана Стяжкина. Сегодня по народному кулинарю день Ивана Молчальника. И Оксана решила очень необычно его отпраздновать. Мы смотрели этот опрос и улыбались прямо до ушей. По народному календарю сегодня Иван Молчальник. В этот день принято как можно меньше говорить. Поэтому сегодня задавать никаких вопросов мы не будем, а просто помолчим. Здравствуйте. Слушаю. Погода ночи хорошая. Очень. Сегодня пожарников много на театралке стояло. Не пускали никого. Не приезжали. Не припарковаться. Звезда. Звезда. Ой-ка, давай. Люди, посмотрим, какая красота там неприсуемая. Рассказывайте. Спрашивайте. Чего? Чего? Чего-то выплюнь, скажи здравствуй, дядя. Скажи мне такое-такое что-нибудь. Молчать ничего не говорит. А как зовут хоть тебя? На, Зак, Соня. Скажи здравствуй, тетя. И пока-пока. Ой-ой-ой, что девушке ничего не отвечу вам. Иду покрасываться елочкой, заплатить коммунальные. С Новым годом вас. Всего вам доброго, хорошего. Что? Скоро Новый год. Недавно не было этого ничего, а сейчас уже половина елки стоит. Придем 19-го, посмотрим, когда все готово будет. Не мы, здравствуйте. Дальше что? Не наживаете ко мне в управлении в 317 кабинет Серый дом? Нет? Что? С наступающим. Слушаю вас. Что? Слушаю. Ну почему молчите-то? Странно мне. Ну? Ну говори. Будем работать. Не хочешь помочь? Добрый день. Спасибо. С наступающим. Что еще вам рассказать? Очень приятно, когда улыбается красивая девочка. Молча. Всех, что радуется. Сегодня день молчания. День молчания. И вот на сегодня это все, что мы успели для вас приготовить. Если у вас есть интересная новость, и вы хотите чем-то поделиться или рассказать о том, что наболело, звоните по нашему телефону 54 18 19, либо пишите на нашу электронную почту. Вятка.тудэй.собакамейл.ру В студии сегодня был Роман Корнеев, и это была Вятка.тудэй. Как новости, только душевнее.